Всем привет! Смотрите как восстановить данные с RAID массива нас устройства от производителя Tecus, модель N4100 Pro. Как создать RAID, настроить сетевой доступ к диску, добавить сетевую папку, создать ICSI раздел и настроить разрешение доступа по сети. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Tecus – один из популярных производителей сетевых хранилищ, который производит различные модели сетевого оборудования и NAS, предназначенного как для бизнеса, так и для дома. Многие системы Tecus используют технологии RAID – RAID 0 и RAID 1 для двухдисковых систем хранения и RAID 5 для больших систем, состоящих из трех и более жестких дисков. Как и все оборудование данного типа довольно надежное в плане обеспечения сохранности информации от потери, но все же имеет ряд причин, которые могут привести к утере данных. Одна из самых распространенных причин потери информации происходит при повреждении файловой системы. Сбои питания или колебания напряжения могут вывести из строя контроллер, диски или другую аппаратную часть хранилища. Случайное удаление, форматирование, механические неисправности накопителей и т.д. Также распространенный случай потери информации происходит после обновления прошивки устройства. Поскольку данные, хранящиеся на нас обычно записываются в конфигурации RAID, восстановление данных в файлове папок с вышедшего из строя устройства является непростой задачей. Это связано с тем, что запись данных происходит фрагментами на каждый из дисков, из которых состоит RAID-массив, и для того чтобы достать информацию нужно собрать из накопителей разрушенный RAID. В восстановлении критически важных данных лучше доверить специалисту, а если вы решили восстановить своими силами, нужно правильно подобрать утилиту для восстановления данных. Далее в видео я покажу как выбрать программу для восстановления данных с NAS, чтобы впоследствии не потерять информацию. Для начала давайте рассмотрим как создать RAID на сетевом хранилище Atecus. Откройте утилиту управления NAS. Разверните вкладку Хранилище. Настройка RAID. Если вы впервые создаете массив, нажмите по кнопке Создать. Если нужно удалить или перенастроить существующий – Редактировать. Здесь доступны опции расширения и миграции. И ниже кнопка Удалить. Жмем по кнопке. В результате все данные на дисках будут удалены. Выбираем есть для подтверждения. Вводим в это поле. ОК. Удаление RAID прошло успешно. ОК. Далее, чтобы создать новый, жмем по кнопке Создать. Отмечаем диски, из которых будет состоять будущий массив. Выбираем уровень RAID. Если нужно, меняем ID. И размер блока. По умолчанию 64 килобайта. Указываем файловую систему. И жмем Создать. А затем Yes для подтверждения. И ОК. По завершении процесса создания RAID станет доступной функция Настройки сетевых папок, где можно настроить разрешение доступа и создать новую. Чтобы создать новую папку, откройте вкладку Хранилище Папки. В правой части окна кликните по кнопке Добавить. Затем укажите имя. И активируйте параметры доступа. После нажмите Применить. И есть для подтверждения. Вы удачно создали папку. ОК. Теперь давайте настроим FTP-сервер. Для активации FTP-соединения разверните вкладку Сеть и Сервисы. И выберите из списка Настройки FTP. Здесь установите отметку напротив включить, а затем укажите дополнительные параметры. Далее нажмите Применить. И есть для подтверждения. FTP-сервер включен. Теперь можно будет подключиться к сетевому диску по FTP-соединению и записать данные в эту папку. А чтобы создать ICSI-раздел, перейдите во вкладку Хранилище. Распределение пространства. Раздел ICSI. Здесь нажмите по кнопке Добавить. Установите отметку напротив включить. Затем укажите нужный объем. Название и остальные параметры. И если нужно данные для аутентификации. ОК и есть для подтверждения. Создание ICSI-раздела завершено. ОК. Далее осталось подключить его к ПК. И разметить управление дисками. После чего он появится в проводнике. При случайном удалении файлов с диска NAS устройства, форматировании накопителя, неправильной настройки и других ситуаций с потерей данных или пропаже доступа к сетевому диску и повреждении RAID массива, восстановить информацию вам поможет только специализированная программа для восстановления. Потому как большинство устройств с NAS работают на настроенной версии операционной системы Linux. И форматирование жестких дисков происходит с использованием файловой системы EXT. А управление системами RAID основано на двух технологиях – MDADM и LVM. И при подключении их напрямую к ПК с операционной системой Windows их не удастся прочесть. Воспользуйтесь проверенной утилитой для восстановления данных с NAS – Hetman RAID Recovery. Программа поддерживает большинство популярных файловых систем, технологий построения и типов RAID. И в большинстве случаев в автоматическом режиме соберет разрушенный RAID. Для того чтобы достать из дисков данные их нужно достать из нерабочего у нас устройства и подключить ПК с операционной системой Windows. После загрузки ПК операционная система может предложить инициализировать или отформатировать накопители. Ни в коем случае не делайте этого, так как в результате вы можете полностью затереть оставшуюся информацию. Hetman RAID Recovery в автоматическом режиме определит диски, вычитает из них служебную информацию и соберет из них разрушенный RAID. При выделении массива внизу отображается детальная информация, где можно посмотреть правильно ли удалось в программе определить параметры RAID. Для запуска поиска файлов кликните по накопителю правой кнопкой мыши «Открыть». Выберите тип анализа. При правильном построении массива будет доступно быстрое сканирование. Нажмите «Далее» для запуска поиска утерянных файлов. Дождитесь окончания процесса. И далее, чтобы перейти к результатам поиска нажмите «Готово». Как видите, программе без труда удалось собрать разрушенный RAID. И она нашла все файлы, которые были записаны на сетевой диск. Если вы ищите файлы, которые были случайно удалены, они отмечены здесь красным крестиком. Остальные – это те, что были разбросаны частями на дисках массива. Отметьте все, что нужно вам вернуть и нажмите «Восстановить». Укажите путь, куда сохранить файлы. Готово. По завершении, файлы, которые были отмечены, будут лежать по ранее указанному пути. Если вы используете ICSI диск и случайно удалили с него файлы, диски не нужно доставать из нас и подключать ПК. В Hetman Raid Recovery сетевой ICSI диск видит как физический. А это значит, что вы сможете просканировать и восстановить с него случайно удаленные данные. Для восстановления кликните по накопителю правой кнопкой мыши «Открыть». Выберите тип анализа. Обычно достаточно быстрого сканирования. Дождитесь его окончания и посмотрите результаты. Как видите, программа нашла файлы, которые были удалены. Теперь их осталось восстановить. Подробнее о восстановлении данных с ICSI смотрите в другом видео, ссылка будет в описании. В некоторых случаях при повреждении накопителей или затирании служебной информации, которая на них хранилась, Hetman Raid Recovery может не собрать рейд в автоматическом режиме. Если программа не собрала из дисков рейд массив и вам известны его параметры, вы сможете сделать это вручную с помощью рейд конструктора. Для этого откройте рейд конструктор. Здесь выберите пункт «Создание вручную». В следующем окне заполните поля с данными рейд. Его тип, порядок блоков, размер. Добавьте диски, из которых он состоял. И с помощью стрелок укажите их в порядок. Недостающие заполните пустыми, нажав по плюсу. Также здесь можно указать смещение, по которому лежит начало диска. В некоторых случаях программе не удается определить его автоматически и его нужно будет вводить вручную. Заполнив все известные параметры, нажмите «Добавить». После чего в менеджере дисков появится рейд, собранный вручную. Далее запускаем анализ. Ищем файлы, которые нужно вернуть. И восстанавливаем. А на этом все. Надеюсь данное видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока.